Научная студенческая жизнь Казанского федерального продолжает пестрить интересными событиями. Именно о них расскажу вам я, Аделья Шамилова. Итак, сегодня в выпуске. Ректор КФУ на форуме в Узбекистане. Продвижение Казанского федерального в рейтингах университетов. Новые пути сотрудничества КФУ и Самсунг. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров принял участие в первом российско-узбекском образовательном форуме «Новые кадры для новой экономики». Форум проходит под председательством президента Российской Федерации и главы Узбекистана. Анна Голзунова расскажет подробности. 18 октября в Ташкенте открылся первый российско-узбекский образовательный форум «Новые кадры для новой экономики». С визитом в столицу Узбекистана прибыл президент Российской Федерации Владимир Путин. Он провел переговоры с главой Узбекистана Шавката Мирзиёевым. Форум проходит под председательством глав двух государств Владимира Путина и Шавката Мирзиёева. В работе форума участие принимает президент Атарстана Рустам Миниханов. Среди участников представители 140 высших учебных заведений двух стран. На форум прибыл и ректор Ильшат Гафуров с делегацией Казанского Федерального Университета. В рамках встречи предполагается подписание меморандума, дающего российским и узбекским ученым право пользоваться инфраструктурой университетов-партнеров. Месяц назад, в сентябре, ректор Кафуль Шад Гафуров уже посещал Узбекистан. Результатом встречи стало открытие Ташкентского офиса Казанского Федерального Университета и подписание соглашения с университетами Узбекистана. В последние годы Россия и Узбекистан активно сотрудничают, что отражается на росте научного и академического сотрудничества. А 17 октября 2018 года ректор Казанского Федерального Университета принял участие в обсуждении концепции базовой модели компетенций цифровой экономики. Беседа проходила в Москве на площадке Российской Академии Образования. Участие ректора Кафуль Шад Агафурова в этой встрече было не случайно. В 2016 году он получил звание члена-корреспондента Российской Академии Образования. Это признание связано с успехами Казанского Федерального Университета. КФУ признан крупным международным научным центром, в частности в области педагогического образования. Это доказывают недавно опубликованные результаты предметных рейтингов британского издания Times Higher Education, где Казанский университет занял лидирующее положение в направлении образования в России и вошел в категорию 101-125 лучших вузов мира. Анна Глазунова, Универньюз. Британское издание Times Higher Education обнародовало результаты предметных рейтингов по четырем направлениям. Рейтинговые позиции определяются на 2019 год. Российским лидером в рейтинге образования стал Казанский федеральный университет, который вошел в категорию 101-125 лучших вузов. Подробности в сюжете Дианы Шиловой. Британское издание Times Higher Education обнародовало результаты предметных рейтингов по четырем направлениям. Российским лидером в рейтинге образования стал Казанский федеральный университет. КФУ вошел в категорию 101-125 лучших вузов. МГУ в рейтинге направления образования на 2019 год занял место в диапазоне 151-175, а высшая школа экономики 126-150. Можно сказать даже, что ворвались по все, что касается education, образования, в новый предметный рейтинг и на лидирующих позициях сейчас Российской Федерации. Рейтинг образования оценивает качество преподавания в вузе, количество исследований и цитирование ученых, отраслевые доходы, международное сотрудничество. В течение уже более трех лет включаемся в самые различные международные сетевые исследования. Наш институт задействован в более чем 20 подобных исследованиях, исследования, большая часть которых начинают наши партнеры. Казанским федеральным университетом была создана самая вариативная в России система получения профессии учителя. Университеты есть не только свои лицейные, планетарии, детский университет, проект «Умная Казань», университет третьего возраста. Мы в рамках стратегии, стратегической академической единицы «Учитель 21 века» говорим о трансформации педагогического образования в Казанском федеральном университете и называем все проекты, о которых вы сейчас сказали, то это тоже является таким большим довеском, плюсом особого интереса наших коллег к тому, что происходит в нашем университете. Такая лидирующая позиция в направлении образования, в отличие от естественных наук, обусловлена присоединением к университету ведущих педагогических институтов и университетов Татарстана. Подтверждением интереса к новациям КФУ в области педагогического образования может служить ежегодный международный форум по педагогическому образованию, который традиционно собирает в Казани ученых из лучших мировых университетов, в частности Оксфорда, Глазго, Дублина, Мичигана, Дрездена и других. Четвертый форум в мае 2018 года стал крупнейшей в России научной площадкой по обмену передовым опытом по подготовке учителей между российскими и зарубежными исследователями. Самые крупнейшие структуры, которые были в регионе, это Татарский гуманитарно-педагогический университет, Елабужский педауниверситет. Практически, я думаю, сейчас в нашем университете сосредоточено не менее 80% вообще потенциала Татарстана, где-то процентов, наверное, до 25 четверти. Это по поволжье в области education. Диана Шилова, Льнарда Влетьяров, Универньюз. Для медиков и биологов Казанского университета состоялся целый ряд научно-образовательных мероприятий. Подробнее расскажет наш корреспондент. 19 октября для научного коллектива Института фундаментальной медицины и биологии КФУ выдался насыщенный на события день. Сначала в больном зале Казанского университета состоялось открытие Всероссийской научной конференции, в которой приняли участие сомнологи, педиатры и многие другие специалисты со всей страны. Почему именно в Казани? Потому что это второй центр России. Мы в основном работали в Москве и увидели насущную потребность донести знания и современные методики дальше и дальше по России, в частности Казани. Интересным дополнением к конференции стала специализированная выставка, где гости конференции могли поближе познакомиться с различными препаратами и медикаментами. Тем временем в главном здании Казанского университета началась работа еще одной конференции по теме микробных технологий в птицеводстве и животноводстве. Здесь профессора КФУ получили возможность познакомить присутствующих со своими исследованиями, которые ведутся в КФУ на протяжении уже многих лет. Аделя Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюс. КФУ и компания Samsung открыли совместную лабораторию по изучению интернета вещей. Какую работу будет проводить лаборатория, узнаете в следующем сюжете. В Высшей школе информационных технологий Казанского федерального университета открылась лаборатория IoT Академии Samsung. IoT Академия Samsung – это долгосрочный социально-образовательный проект компании Samsung, который нацелен на создание в ведущих ключевых технических вузах страны центров компетенции по интернету вещей. IoT или интернет вещей – это сеть взаимодействия предметов со встроенными технологиями без участия человека. В открытии приняли участие представители компании Samsung, КФУ и заместитель министра информатизации связи Республики Татарстан Булат Исмогилов. Далее проректор по вопросам экономического и стратегического развития Казанского федерального университета Марат Софиулин и директор по корпоративным проектам и взаимодействия с государственными органами власти Samsung Сергей Пивнев подписали соглашение о совместной реализации программы IoT Академия Samsung. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюс. Для учеников IT-лицея Казанского федерального университета прошло торжественное посвящение в лицеисты. Наш корреспондент Анна Глазунова стала зрителем праздничного события. Смотрим сюжет. Атмосфера праздника и сказки царила в культурно-спортивном комплексе «Уникс». В этот вечер IT-лицея Казанского федерального университета принимал в свои ряды вновь прибывших учеников. В этом году посвящение в лицеисты проходило по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзупери «Маленький принц». Главными же зрителями праздничного концерта стали ученики IT-лицея КФУ. Они поделились с нами, почему выбрали это место для поступления. IT-лицея открывает достаточно большие перспективы. Все-таки КФУ один из лучших университетов страны. Я рассчитываю получить хорошее образование и быть успешным в будущем. Я услышал об этом лицее. Слухи о нем ходили очень хорошие. Говорили, что оттуда выходят достаточно образованные ребята. Я с самого детства очень увлекался электроникой, робототехникой, программированием. И поэтому пришел сюда. С напутственными словами выступил директор IT-лицея Казанского Федерального Университета Тимирбулат Самирханов. Завершилось праздничное мероприятие произнесением «Клятвы лицеистами». Анна Глазунова, Леонардо Влесьяров, Универньюз. На этом все. На сегодня с вами был Универньюз. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин